В эфире служба новостей. Саров 24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Без взрослых ход запрещен. Как подростки соблюдают требования губернатора? Я бы в журналистику пошел. Учащиеся детской школы искусств номер 2 стали финалистами конкурса «Росатом Скул». 1-5. Очередное поражение футбольного клуба Саров. Далее расскажем обо всем подробно. Как будут лечить от коронавируса без госпитализации? Обновленный порядок лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на дому вступил в силу в России. Медицинскую помощь больному COVID-19 могут оказать амбулаторно при условии, что он не проживает в общежитии, коммунальной квартире с лицами старше 65 лет и гражданами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Также важно, чтобы у пациента была отдельная комната, и он соблюдал все предписания врача. Те, кто живет вместе с больным, должны быть проинформированы о рисках заболевания. Также родственникам нужно в этом случае переселиться в другую комнату. Ранее Минздрав пообещал, что всем амбулаторным пациентам с коронавирусом выйдут бесплатные лекарства. В пресс-службе ведомства рассказали, что деньги на покупку препаратов поступили во все регионы. Они уже закупают медикаменты. Для этого из резервного фонда правительства России выделили более 5 миллиардов рублей. До конца года бесплатными лекарствами за счет федерального бюджета обеспечат не менее 640,5 тысяч пациентов без учета Москвы. За минувшие сутки в России выявили еще 21 798 случаев заражения. Из них 411 в Нижегородской области. В Сарове за выходные заболел еще 271 горожанин. Двое скончались. Вход запрещен. Саровчанам до 16 лет теперь нельзя ходить в торговые центры без сопровождения взрослых. Несовершеннолетним посетителям компанию должны составлять родители, учителя или педагоги дополнительного образования. Требование, казалось бы, простое и понятное, но вызвало недоумение у руководства торговых центров покупателей и сотрудников администрации. В чем сложности, выясняла наша съемочная группа. В магазине без маски у вас маска есть? Да. Вот. А вы объявление прочитали? Висит, что... До 16 лет. Без родителей, без сопровождения взрослых, не могут ходить в торговые центры. А мы ждем. Наша сестра, вон, сестра, взрослая, да? Мне 18 лет есть. Сотрудникам комитета управления муниципальным имуществом остается лишь верить детям на слово. Во время первого рейда по соблюдению новых требований в торговых центрах города проверяющие столкнулись со спорными моментами. Контролировать нахождение детей без взрослых должно руководство магазина. Но не во всех заведениях есть охранники, которые останавливали бы нарушителей. А там, где есть менеджеры на входе, персонал заявляет, что не всегда можно определить возраст подростка и то, с кем он пришел. Сейчас девочек-то вычислишь, сколько им лет, допустим. Да. Самый главный вопрос, как идентифицировать, сколько им лет, да? Да, да, да. Требование в указе гласит, что организации розничной торговли не должны допускать в торговые центры детей до 16 лет без сопровождения взрослых. При этом задержать, попросить документы или выпроводить несовершеннолетнего сотрудники магазинов не имеют права. Менеджеры наши, они не являются охранниками и не имеют соответствующих лицензий. Это нам и не надо для нашей работы. Мы не можем их задержать, вызвать наряд милиции или что-то. Мы просто им даем рекомендации. Вчера у меня мой менеджер стоял, весь вечер, как правило, они идут в вечер, но сложно. Полицейских конкретных инструкций пока тоже нет. Получается, требование есть, а как его выполнять никто не понимает. Вопросов оказалось больше, чем ответов. На оперативном штабе чиновники направили запрос к губернатору Глебу Никитину, чтобы он уточнил, как вести себя на практике сотрудникам магазинов и правоохранителям и какие меры применять к нарушителям указа. Программа бесплатной утилизации электрооборудования «Школа утилизации электроника» стартовала в Нижегородской области. В акции могут принять участие все госучреждения. На переработку принимают любой электролом, вне зависимости от вида, габаритов, года выпуска, кроме батареек и оборудования со знаком радиация. Вся собранная техника отправится на переработку в экотехнопарк в Саранске. Другая важная информация в подборке коротких новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ситуация в регионе по аварийности улучшилась. В 2019 году Нижегородская область была на 61-м месте. Лидерами по количеству ДТП стали ТВА, Алтай и Владимирская область. Самыми безопасными признали дороги Чеченской республики, Ростовской и Свердловской областей. Малому и среднему бизнесу могут возместить затраты на покупку оборудования. Заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий принимают в администрации Сарова. Каждый предприниматель может получить до 500 тысяч рублей. Учитываются расходы, понесенные с 2018 по 2020 финансовые годы. Документы принимают с 12 по 25 ноября в МФЦ и в администрации Сарова. Телефон для справок 977-53. Гаражные кражи пугают саровчан своей заметной регулярностью. На минувшей неделе злоумышленники вновь орудовали в одном из кооперативов. Преступник разбил навесной замок на гараже пенсионера и украл оттуда надувную лодку. Моторы и инструменты на 137 тысяч рублей. Вора пока не нашли. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Двое подростков взломали дверь, которая вела в салон красоты, фотостудию и офисное помещение. Несовершеннолетние преступники разгромили мебель и испортили пол. Злоумышленники решили не уходить с пустыми руками и забрали с собой сейф, ноутбук, шуруповерт и сладости. Общий ущерб владельцев 63 тысячи рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий один подозреваемый был установлен, задержан. Им оказался несовершеннолетний, 2004 года рождения. Он стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а также и привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, то есть за мелкие кражи. Теперь 16-летнему преступнику грозит лишение свободы до 5 лет. Своего подельника подросток не выдал. На парковке у одного из торговых центров города женщина наехала ребенку на ногу. Восьмилетний пешеход выбежал из другой машины под колеса автоледи. Она посадила пешехода в свою личную машину и отвезла его в приемный покой КБ-50. В результате осмотра у пешехода, у ребенка, выявлено интересное повреждение в виде растяжения связок правого голеностопного сустава. Удара от тела ребенка не было, единственное, что она проехала колесом по правому голеностопу, по ступне. Сотрудники ГИБДД определили ДТП как несчастный случай. Женщина не смогла среагировать при выезде, правил не нарушала и не скрылась с места. А выполнила свой водительский долг и отвезла ребенка в больницу. Первые шаги юных журналистов. Ученики детской школы искусств номер 2 Ангелина Наговицына и Илья Фит стали финалистами конкурса фестиваля «Росатомскул» «Продвижение» в направлении журналистика. Соревнование проходило в рамках проекта «Школа Росатома». Своей силой в нем попробовали более 500 школьников с 7 по 11 класса. Подробности далее. За 11 дней 4 журналистских материала. Новость, фоторепортаж, лонгрид и задание сюрприз. В его рамках ребята придумывали лайфхаки для любых сфер жизни. Таким был второй этап конкурса «Росатомскул. Продвижение». В образовательном туре юные журналисты посетили онлайн-вебинары и мастер-классы с приглашенными экспертами из сферы медиа. Авторы лучших работ отборочного тура прошли в третий финальный этап. Подготовка к конкурсу «Росатомскул» была на самом деле не из легких, потому что мы занимались дистанционно, через платформу Zoom, через переписку в соцсетях. И дети были немножко обеспокоены тем, что они участвуют в этом конкурсе впервые. И там столько сразу заданий на них навалилось. Илья Фиц изучает журналистику в медиа-студии «Фристайл» первый год. После месяца учебы он решил проверить свои силы на практике. Задания третьего этапа были для Ильи особенно тяжелыми, но интересными. Больше всего финалисту запомнилась работа в эпистолярном жанре. Илья написал письмо знаменитому флотоводцу Федору Ушакову. Я хотел получить совет от такого человека, который в своей жизни добился многого и смог преодолеть все свои сложности, так как в моей жизни стоит довольно-таки сложный вопрос. Я захотел узнать какой-то совет от Федору Ушакова. Ангелина Наговицына занимается журналистикой уже два года, но в таком масштабном конкурсе участвует впервые. Задание отборочного тура девушка преодолела с легкостью, а вот финал заставил понервничать. Сказывалась нехватка опыта. Ангелина написала письмо знаменитому сказочному персонажу – маленькому принцу. Я представляла его как своего друга. Да, у него такого хорошего друга, с которым мы уже давно не виделись. Я ему так уже пишу, будто он мне нужен твой сайт. Ангелина и Илья только начинают свой путь в журналистике. Но с профессией пока не определились. Оба еще учатся только в седьмом классе, но в одном уверены точно – изучать сферу медиа они не прекратят. Традиционный женский костюм Вознесенского района и костюм жительницы Карпат передала детской школе искусств коллекционер Наталья Климова. Часть элементов женщина сшила сама, подобав подходящую ткань и отделку. Эти подарки позволяют показать детям, как одевались женщины на праздник много лет назад. Подробности далее. На мне тверской свадебный сарафан и рубашка с красными вставками, так называемыми поликами. В таком костюме невольно переносишься в конец 19 века, когда каждая девушка мечтала надеть подобный наряд. Народных костюмов в коллекции Натальи Климовой не сосчитать. Уже больше семи лет женщина собирает этнографические наряды. Все начиналось с нескольких рубах, купленных на выставке. Потрясала вышивка просто. Вот я покупала рубахи просто как образец. Причем я старалась так, чтобы они не повторялись. Потом, когда я поняла, что рубахи-то маловато, надо к ним их комплектовать. То есть я какие-то поневы к ним подбирала, старалась какой-то комплект собрать. У меня вот полностью есть дома воронежский комплект. Там весь есть он. Там очень красивая рубаха, черная вышивка на белом. Такой же фарточек, поневы, затканная вся, очень красивый пояс. Комплект пенсионерка собирает особенно тщательно. Изучает этнические и исторические нюансы. Недостающие элементы образа Наталья отшивает сама. Порой пытается полностью повторить наряд с подлинника. Моделями становятся члены семьи. Стараешься собрать, допустим, полный комплект. Ну вот, если я могу сшить его, я, допустим, шью. Я понимаю, что кроме юбки, рубахи какой-то, какого-то там фарта, который запон называется, допустим, нужны еще нижние вещи, нижние юбки. Потому что так просто не носили вещи, так обязательно на что-то. Есть три внучки, на которых я с удовольствием это шью. Вот, и то есть я надеюсь, что когда-нибудь они наденут. Чтобы коллекция приносила пользу подрастающему поколению, Наталья Владимировна подарила несколько предметов отделению дизайн одежды и тканей детской школы искусств номер два. Гуцульские вознесенские костюмы, две рубахи теперь будут наглядным примером для воспитанников учреждения. Работая с народным костюмом, обязательно должен быть пример перед глазами. Чтобы вот увидеть, как бы почувствовать этот костюм, вывернуть, посмотреть, как швы обрабатываются, какие ткани, естественно, применяются в этом костюме. На отделении дизайн одежды и ткани юным саровчанам рассказывают о традициях народного костюма. Учат шить от эскиза до готового наряда. Проводят фестиваль «Краса России», где мастерицы могут показать свои творения. С февраля начнется набор учеников на новый учебный год. Все желающие могут обращаться в детскую школу искусств номер два. Преподаватели отделения расскажут и покажут, чем дети будут заниматься на протяжении пяти лет. Борьба до последних минут. Футбольный клуб «Саров» провел очередную домашнюю встречу. Соперником нашей команды стал один из фаворитов сезона. Команда «Салют Сормова» из Дзержинска. Из-за коронавирусных ограничений матч снова прошел при пустых трибунах. О том, как складывался поединок, расскажем далее. Странное все-таки у футболистов отношение к погоде. Холодно – хорошо, сыро – еще лучше. Честно, я люблю осенью играть, не так жарко, ноги не горят. Если мы приехали сюда, например, в плюс 30, было бы намного тяжелее. Поле маленько палило, оно стало быстрее, что нам на руку сыграло. Знакомьтесь, это самый ценный игрок, или, как еще говорят в таких случаях, MVP прошедшего матча Алексей Шеляков. Несколько минут назад он оформил свой первый покер в этом сезоне, забив ворота соперника четыре мяча. Алексей в футболе шести лет. До того, как попасть в свою нынешнюю команду «Салют Сормова», несколько лет провел в молодежном составе «Волги», клуба, который на протяжении трех сезонов сражался на полях премьер-лиги. Несмотря на мощный бэкграунд, Алексей иллюзий не питал и понимал, что соровчан нельзя недооценивать. Команда молодая, не дает играть, сама старается навязывать футбол. Ну, скорее всего, может, мастерства где-то не хватило. Мы забили, они сразу побежали атаковать, заработали пенальти, и при счете 1-1, я думаю, что будет тяжелее. То, что предстоящий бой будет не из легких, для наших футболистов тоже не было секретом. Они прекрасно понимали, что играть предстоит с одним из фаворитов высшей лиги. С самого начала матча на поле завязалась упорная борьба, и уже к 11-й минуте команды обменялись заброшенными мячами. Казалось, соровчане нащупали свою игру и вполне могут рассчитывать, если не на победу, то хотя бы на ничью. Но инициатива постепенно стала переходить к салюту. А на 21-й минуте первый из четырех своих мячей забросил уже упомянутый нами Алексей Шаляков. С интервалом в 7 минут он забил в ворота соровчан еще два гола. А в середине второго тайма превратил свой хэт-трик в полноценный покер, доведя счет в матче до итогового 1-5. Хотели взять нахрапом, что ли. Может быть, нужно было поосторожнее выбрать тактику. Но ребята, да, выполнили мою установку. Ну, наверное, я ее просто неправильно выбрал. Все-таки команда сильная, и на данный момент она сильнее готова у нас. И по подбору игроков, и по структуре футбола, которую она преподносит. До конца сезона у футбольного клуба «Саров» осталось три игры. Две на выезде и одна домашняя. 21 ноября на стадионе «Икар» наша команда примет Богородский «Спартак». Этот матч тоже, скорее всего, пройдет без зрителей. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин